Доброе утро! Расскажи, как началось твое утро? Мое утро началось, как обычно, с телефона, с телефона звонков, сообщений, что Денис, вставай, нужно работать, впереди очень хороший день. И, посмотрев на погоду, я просто рад, несказанно рад, что солнце заряжает полной энергией. Теперь я полный сил у вас в гостях. Вот ты недавно участвовал в конкурсе «Сильнейший диджеев Павлович», занял второе подчетное место. Расскажи немножко об этом мероприятии. Да, спасибо. Я там был, выступал, буквально 10 мая это случилось. Было очень грандиозно, было очень масштабно. В этом мероприятии я участвовал в первый раз в таком масштабе. Хочу сразу благодарить своих коллег, друзей, поклонников, кто за меня голосовал, кто поддерживал меня все это время. Пришлось очень тяжело, потому что в регламенте выступления у нас было 8 диджеев с каждого города по одному диджею. Там были казанские диджеи, вот Казань, Нижний, Самара, Пенза. И каждому диджею дали по 40 минут. То есть за эти 40 минут он должен показать все, что умеет, свое мастерство. Было 6 номинаций. Это сведение музыки, это количество треков, это поведение за пультом, как диджей должен себя вести, работа с микрофоном, соответственно должен быть имидж. Ну и шестое – это вся общая форма диджея, что он себя представляет. По итогам голосования я занял второе место, не хватило одного балла. Первое место занял, соответственно, тоже мой коллега, диджей Паша Фриман. Ему огромный привет, тоже хороший диджей Кей. Ну и третье место заняла мисс Диджей, корот Казань. В свое время она тоже была лучшим диджеем Казани. Скажи, что ему помогли родные стены или все же он лучше? Как ты думаешь? Мне кажется, почему это вот родные стены. Везде выступать, играть, танцевать всегда было легче дома. Зная свою площадку, зная своих людей, ты можешь полностью выложиться и показать свое мастерство. И тебя поддержат. Скажи, вот ты волновался, руки дрожали, голод? Честно, изначально, вот когда мы приехали в клуб Хараот, я там выступал не первый раз, а что-то меня вот прям вот так внутри прям передергивало. Денис, настройся, Денис, вот, а я не мог так настроиться, но в конце концов взял себя в руки и отработал, отыграл как надо. Спасибо большое тебе за ответ. Мы продолжим беседовать о твоем творчестве. А сейчас скажи, вот ты упомянул погоду. Погода тебя радует на улице? Очень радует. Мне нравится солнечная погода, она заряжает энергией. Соответственно, эту энергию могу приносить в другое место, в том числе и в вашей студии. У вас очень хорошо, ярко. Мне нравится солнечная погода. Хорошо, давай тогда узнаем мнение синоптиков и какая погода ждет наших жителей Чуваши. Спонсор прогноза погоды компания «Термотехника». По сообщению Чувашского гидрометеоцентра, сегодня, 16 мая, малооблачно. Небольшой дождь, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха в Чебоксарах 22-25 градусов выше нуля. По республике плюс 21, плюс 26. Меняем старину на Дарину. Подробности по телефону 57-35-35. Доброго пробуждения еще раз. Напоминаю, наше утро продолжается вместе со мной и диджеем Денисом Деном. Григорьев Денис или диджеем Денис Ден. Город Чебоксары. Работает диджеем с 13 лет. Представлял Чувашию в битве среди сильнейших диджеев по Волжье в городе Саранск. Занял второе место. Хочу только поблагодарить республику Мордовии, которая нас встретила очень душевно, радостно. Денис Ден пользуется там популярностью, так же, как Чувашия. Его знают во всех городах нашей республики. Так же его знают хорошо и в Саранске. Неоднократно ко мне подходили люди, отдыхающие и просто публика. И говорили, дайте нам диск Дениса Дена, где можно увидеть Дениса Дена в следующий раз, когда к нам он приедет в наш город еще раз. То есть такая же реакция практически во всех городах Чувашии. Что в Марпасаде, что в Канаше, что в Алатре. Мы бываем там. То есть мы видим, что реакция очень хорошая. Денис дарит какую-то энергетику свою положительную. Денис, расскажи, вот как ты пришел в эту профессию? Почему выбрал именно ее? Учился в школе. Мне было тогда 13 лет. Пришлось остаться на одной из дискотеки школьной, когда были кассеты. И с этого все началось. Когда кассета остановилась, мне пришлось ее перевернуть несколько раз. И так пошла моя дискотека, мои первые ритмы дискотечные. И с этого времени я стал играть все выше и выше, в больших клубах, все больше и больше. Ты лучший диджей Чуваш, можно так назвать. Мы очень гордимся тобой. Вот кем ты видишь себя в будущем? Вот насколько долго эта профессия останется в твоей жизни? Полностью моя жизнь, чем я живу, чем я питаюсь, чем я вообще, не знаю, езжу. Ну, все это связано с музыкой. В прошлом году я подписал договор своим промоутером, человеком. Я буду играть до 50 лет еще 21 год. Да, все так делали, удивленные глаза. Это правда. После 50 лет там уже видно будет. Есть у тебя мечта какая-то, кроме того, что ты до 50 лет будешь заниматься диджействованием. Так можно? Да, есть мечта, честно. Я хочу открыть, честно, свой клуб. Что ж, мы будем надеяться, что твоя мечта сбудется. И с нетерпением будем ждать, когда откроется твой клуб. Мы с тобой прощаемся. Удачного тебе дня, хорошего настроения. А мы двигаемся далее. Городские новости продолжают наше утро. Вы узнаете, как и когда преобразится парк Николаева. Три гектара занимает парк имени Николаева. Часть этих площадей займет планетарий. Сейчас готовится проект и проводятся геологические изыскания. Будет сам планетарий, но он где-то занимает процентов 15. Все остальное будут заниматься всевозможные кружковые помещения для школьников, для молодежи. Потом киноконцертный зал, который будет тоже работать на весь город. С какими-то там концертными программами, лекциями научными. Потом будут, то кафе детское, которое стоит отдельно, оно будет перенесено в планетарий. Оно там будет организовано. Ну и плюс администрация сама будет определенные помещения там иметь, парка. Который сейчас светится вот в таком очень плачевном здании. И многие помещения, которые будут работать на город. По словам главного архитектора, вся территория парка станет единым комплексом. Всевременные сооружения будут снесены. Запланировано строительство парковки. Зоопарк тоже получит новое помещение. Парк после реконструкции будет неразрывно связан с космосом. В стае планетарий будет еще и обсерватория. То есть детская обсерватория, где дети могут заниматься смотреть телескоп на звездное небо. Помимо того, что они будут наблюдать на медиаконструкциях, которые будут в куполе. То есть все звездные созвездия, другие объекты космоса. Они будут наблюдать как, скажем так, в 3D-модели, так и вживую при помощи телескопа. На строительство планируют потратить порядка 800 миллионов рублей из разных источников. Проект еще зимой был согласован с Валентиной Терешковой. Александр Шевлягин предполагает, что первая в мире женщина-космонавт примет участие в создании комплекса. После того, как будет готов проект, в городе организуют общественное обсуждение. Только затем начнут строительство планетария. Продолжайте просыпаться вместе с нами. Напоминаю, сегодня четверг, 16 мая. Именинники дня Николая, Павла, Петра и Тимофея. Не забудьте их поздравить. Сегодня наша страна отмечает День биографа. Перефразируя известные слова, можно сказать, если биографии кто-то пишет, значит их кто-то читает. И сегодня именно тот день, когда стоит перечитать биографию любимого писателя или вспомнить детали собственной жизни и начать составлять автобиографию. А пока вы думаете, я предлагаю узнать гороскоп на день грядущий. Овны. Выполняйте взятые на себя обязательства. Этим вы гарантируете себе успех в делах и авторитет партнеров по бизнесу. Тельцам звезды советуют заняться реорганизацией офиса, разобрать все папки с документами и накопившуюся корреспонденцию. Бумаги требуют внимания. Близнецам звезды советуют пользоваться затишием в делах и планировать то, что предстоит сделать. Готовить документацию и разрабатывать новые планы. Раком работа не преподнесет неприятных сюрпризов. Занимаясь намеченными ранее делами, вы приближаете успех. У Львов благоприятный день для заключения долгосрочных проектов, которые обеспечат надежное финансовое положение на будущее. Девам звезды советуют сократить деловую активность до минимума. Весам потребуется инвестиционная поддержка партнеров по бизнесу. Получите ее, безусловно, в ваших силах. Мудрость и осторожность скорпионов сегодня уместны в любом деле, но без разумного риска не обойтись. Используйте свой шанс. Стрельцам звезды советуют экономить силы и время. Не теряйте ни минуты. Нужно много успеть, ведь завтра обстановка может измениться в ту или иную сторону. Козероги, окунувшись в работу, смогут достигнуть потрясающих результатов, которые поспособствуют росту карьеры. Дела водолеев не вышли из-под контроля, но вы близки к тому, чтобы потерять почву под ногами. Будьте внимательнее, избежите проблем. Рыбам звезды советуют проявить упорство, работая над очередным делом. Вы, несомненно, добьетесь положительного результата и признания коллег. Продолжаем просыпаться и готовиться к купальному сезону. Кстати, вы уже подобрали себе купальный костюм. Если нет, я подскажу, что выбрать. Одним из главных хитов сезона по праву могут читаться кружинные купальники. Тренд сезона весна-лето 2013 – перфорация. Интересный вариант ретро-купальника из трикотажа. Космическая тема также востребована в пляжной моде. Не менее выигрышно будут смотреться яркие купальники с принтами в виде цветной полоски и мозаики. И еще немного интереснее эти купальники будут смотреться на подтянутой фигуре. Как добиться нужного результата, вам подскажут в Тонус-студии. А сейчас на зарядку становись! Доброе утро! С вами команда Тонус-студия. Меня зовут Ольга. Начнем утреннюю зарядку. Изначально мы разомнем шеи. Повороты направо, налево и вниз. Начинаем. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пол-обороты. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение на плечевые суставы. Изначально поднимаем правое плечо вверх, затем левое. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Тянем вначале левую ручку. Медленно. Затем правую ручку. И раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Подтянем косые мышцы. Итак, медленно наклоняемся. Вначале вправо. Раз, два, три. Затем влево. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Круговые движения тазом. Начали. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Подтягиваемся вниз. Раз, два, три, четыре. Встали. Раз, два, три, четыре. Встали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь подтягиваемся вниз. Раз, два, три, четыре. Медленно опускаемся, ручки складываем и в пол. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Разомним ножки и начинаем выпад изначально вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ручку можно вперед поставить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На другую ножку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь вперед. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Небольшая растяжка. Тянемся вперед. 1, 2, 3, встаем. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. И последний раз. 5, 6, 7, 8. Теперь тянемся вниз. И поднимаем носочки вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Теперь отдохнем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. С вами была команда Тонус Студии и я Ольга. Ждем вас в наших клубах. Хочется отметить, что в Тонус Студии проходят индивидуальные тренировки по коррекции веса, релакс-программы, оздоровительные процедуры. Кроме этого, в Тонус Студии можно приобрести абонемент «Все включено» и воспользоваться гибкой системой Сидок. Ваша внешность в ваших руках, милые дамы. По всем вопросам обращайтесь по телефону 33 25 00. Просыпайтесь! А я вам расскажу еще один неплохой способ потянуть фигуру. Это поработать в огороде. Как говорится, совместить приятное с полезным. А что посадить и где приобрести, вы узнаете из нашей рубрики «Сад и огород». Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о цветках. Многолетние цветы с семенами есть. У нас есть луковичные, есть корнями. Семенами многолетние в данное время сразу можно сеять без рассады, сразу в грунт. «Арабис». Они идут белого цвета, розового цвета. Также можно сеять примулу без рассады. Они не капризные. Если вы хотите красивые кустарники, есть у нас в ассортименте хосты. Вот они идут. Их можно сразу в грунт. Гладиолусы у нас есть. И гладиолусы чуть погодя. После высадки картофель можно посадить сразу в грунт. На этом у меня все. До свидания! Ваше бодрое утро продолжается вместе с нашим телеканалом. Поговорим немного о еде. Гамбургер, приготовленный с бычьих стволовых клеток, скоро поступит в рацион лондонцев. Это чудо кулинарии – результат многих лет исследований доктора Марка Поста из Нидерландов. Он хочет показать миру, что мясо из пробирки может стать надежным источником пищи. Правда, пока гамбургер обойдется ценителю в 325 тысяч долларов. Напоминаю, что сегодня четверг и уже можно задуматься о предстоящих выходных. Например, можно в кино сходить. О новинках кинематографа расскажет Анна Филиппова. Здравствуйте! Это рубрика «Большой экран». Я расскажу вам о том, какие же фильмы стоит посмотреть в ближайшую неделю на больших экранах нашей республики. На прошлой неделе мы вас приглашали на просмотр «Железного человека» и фильм «Легенда номер 17». Я могу сказать, что эти фильмы как раз и стали лидерами проката за прошлую неделю. Так что и вам спасибо, ну и за наш совет, я думаю, вы тоже нас поблагодарите, поскольку кино отличное. Очень скоро в кинотеатрах «Чувашия» стартует новый фильм, о котором стоит поговорить отдельно. Я видел, как ты убивал ни в чем не повинных людей. Я заставлю тебя ответить за то, что ты сделал. Ты даже не представляешь, что сделал ты. Я переступлю через ваши трупы. Для мира «Стартрек» или «Звездный путь» – это особый сериал. В то время как в России смотрели «Рабыню и Зауру» и в наш словарь входили такие слова, как «Фазенда». На экранах телевизоров другого мира космические корабли бороздили просторы Вселенной. Поэтому я думаю, что многие из нас пока путаются, что такое вулканец и вулканолог. Ну и не все смогут вот так вот, например, сделать жест, который популярен именно в этом фильме. Но на самом деле история отличная и продолжение получилось более захватывающим, чем даже недавняя первая часть «Стартрек». Ну и к киноновостям нашей республики. На экранах кинотеатров в Чебоксарске и Чебоксарске уже появился трейлер фильма «Обочина». Это первый фильм, который снят в Чувашкино. Посмотреть его чебоксарцы пока не смогут. В программу Международного Чебоксарского кинофестиваля этот фильм не вошел. Ну а что вошло и что мы увидим очень скоро в мае на всех экранах нашей республики, расскажем ровно через неделю. Я же с вами прощаюсь. Смотрите хорошее кино на большом экране. А теперь наступило время самых маленьких. Да и не только. Я думаю, добрый и хороший мультфильм про гному придется по душе и вам, дорогие взрослые. О-о-о! Можешь меня еще пощекотать! После дождичка в четверг. Ну ладно. А сколько это еще может продолжаться? Пшеничка, когда наконец дождь пойдет! Ну, дождя вроде не предвидится. А зачем тебе это знать? И тогда Рацехейл ему рассказал, что произошло со шляпочным домиком. Кажется, я знаю, как опустить домик вниз. Мне кажется, что этот гриб еще вырос. Да не бойся, мы с ним справимся. Давай вот так вот сделаем, а потом вот. Хорошо, я согласен. Давай, давай. Интересно, что вы придумаете, фитюльки. Да-да, пшеничка, правду сказал. Такой красивый гриб. Жаль, что ему уже недолго стоять. Да-да, жаль, жаль. Почему это жаль, жаль? Почему это недолго буду стоять? А он минут назад встретил ежика, А тот сказал, что идет за грибами. Он уже сюда направляется. Ежик сказал, что сюда идет? Вот напасть какая. Да-да, он уже здесь. Быстро отсюда. Никогда здесь не был. Видно меня. Да, виден верх шляпки. Очень прошу, забросай меня чем-нибудь. Пусть меня вообще видно не будет. Эй! Кикимары! Кикимары! Идите бросаться. А-а-а, во что? Во что? Во что, во что, во что? Нужно забросать гриб. Доверху. А нам нечем, вся грязь высохла. Попробуем мхом. Да, получилось. Ха-ха-ха, получилось. Ха-ха-ха, получилось. Ха-ха-ха, получилось. Здорово! Ха-ха-ха! Хорошо, мы его забросали. Теперь он уже не высунется. Радовался Раца Хейл. И вовсе не после дождичка, и не в четверг. А Раца Хейл с пшеничкой уже устраивались в шляпочном домике, чтобы на минутку, чтобы на минутку, хотя бы на маленькую... Время нашей программы подошло к концу, но день только начинается. Не забудьте включить свои телевизоры сегодня в 21.00. Вас ждет комедия «С днем рождения, Лола». Я же с вами прощаюсь. В это утро с вами просыпалась я, Ольга Алексеева. Удачного вам дня и хорошего весеннего настроения. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!